Предложено мистером Госсером из Аризоны. Рассматривается решение палаты 113-13-16. Выступают джентльмен из Аризоны, мистер Госсер и его оппонент. У каждого по пять минут. Председатель дает слово джентльмену из Аризоны. Спасибо, господин председатель. Я выступаю в поддержку моей поправки 15 на бюджет 25-го года к закону о внешних расходах. Поправка 15 приостанавливает финансирование двухстороннего соглашения по безопасности между Соединенными Штатами и Украиной. Двухстороннее соглашение по безопасности между Соединенными Штатами и Украиной было подписано в этом месяце Джо Байденом и Владимиром Зеленским. В соглашении о безопасности Украина ошибочно названа демократией. Несмотря на то, что это авторитарная страна, которая даже не провела президентских выборов. В соглашении также сказано, цитата, «будущее Украины в НАТО», конец цитаты. А ведь, кроме всего прочего, именно идея вступления Украины в НАТО и стала одной из причин эскалации конфликта между Россией и Украиной. Тем самым ястребы на окон и не только провоцируют продолжение конфликта с Россией, но они еще и ослабляют само НАТО, предлагая принять в этот альянс и Украину. В соглашении также указано, цитата, «политика Соединенных Штатов состоит в предоставлении поддержки безопасности на Украине в целях достижения задач, указанных в двухстороннем соглашении по безопасности, а также в приложениях к нему», конец цитаты. Подписывая данное соглашение, Джо Байден обещает продолжать тратить миллиарды долларов налогоплательщиков. Соединенные Штаты уже потратили на поддержку Украины 175 миллиардов долларов, в то время как этой администрации игнорируется ситуация на нашей южной границе, когда это уже прекратится. Право тратить принадлежит только Конгрессу, но прикрываясь актом о чрезвычайном положении, президент и исполнительная ветвь также приобрела это право. Эти указы, втягивающие Америку еще в одну бесконечную войну, не делают нас сильнее. Пора эту администрацию призвать к ответу. Я призываю моих коллег проголосовать за мою поправку. У меня все. Джентльмен из Аризоны выступил. Следующий выступает джентльвумен из Калифорнии. Господин председатель, требую слова для оппонирования. Джентльвумен, вам слово. Я выступаю против этой поправки, направленной против нашего сотрудничества с Украиной в сфере безопасности и экономики, а также против того, чтобы призвать Россию к ответу. Эта поправка запрещает финансирование двухстороннего соглашения по безопасности, недавно подписанного Соединенными Штатами и Украиной. В соглашении по безопасности не прописаны конкретные виды финансирования, но сигнал, извините, но эта поправка дает нехороший сигнал нашим украинским партнерам. Я прошу голосовать против. У меня пока все. Джентльвумен из Калифорнии выступил, а очередь джентльмена из Аризоны. Да, это именно что сигнал. Сигнал, что нам нужен мир. М-И-Р. Мир. Когда уже закончатся эти бесконечные войны? Почему бы нам не сказать американцам всю правду по поводу этой ситуации? Как эта война вообще началась? Кто-нибудь упомянул про то, что президент России, Путин, дважды обращался в НАТО, дважды в ООН, и сказал, эй, на мою страну напали, у меня уже 14 тысяч убитых сограждан. Я не испытываю особого уважения к Владимиру Путину, но у него есть право защищать свой народ. И моя поправка дает очень понятный сигнал к тому, что нужен мир. Кстати, я был одним из тех, кто предлагал мир. Лига Кактуса — прекрасное место для того, чтобы посмотреть бейсбол, а потом поговорить о мире. Настало время мира, а не войны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова